Ну, знаете, я человек православный, но очень много путешествую по миру. И каждый раз, когда появляется собор, католический храм, собор или, так сказать, там, кирха, все, что связано с церковью, мне всегда это очень любопытно. И, как это ни странно, в этот собор я попал довольно поздно. Все как-то не приходил случай. А однажды шел просто, увидел собор, шел снег. Была такая замечательная рождественская погода. И я думал, что же я ни разу не зашел в этот собор. Зашел, и он меня очень приятно удивил. Ну, своей стройностью какой-то, какой-то такой, знаете, архитектурой, которая свойственна именно католическим соборам. И особое какое-то состояние возвышенное, духовное. Еще звучал орган, и это было так красиво. Поэтому, ну, что я могу сказать? Это замечательно, что у нас есть такой собор в Москве. Я люблю слушать органы именно в соборе. Бывает в концертных залах очень здорово, очень красиво орган звучит. Сейчас вот у нас новый орган появился, тоже замечательно звучит. Но в соборе он звучит по-особому. Он сразу как-то создает атмосферу, не просто атмосферу, ну, службы церковной, а какого-то путешествия в прошлое. Мне сразу вспоминается и Моцарт и Сальери, когда звучал орган старинной церкви нашей, я слушал, заслушался, слезы невольные, сладкие текли. Вот я приблизительно такое же состояние испытывал, что и мальчик с Альери. Зритель в соборе, ведь он тоже приходит. Да, он приходит на концерт, но он приходит не развлекаться. Происходит познание действительности. А когда тебя окружает такая вот атмосфера, атмосфера божественная, человек сразу настраивается по-особенному. И, знаете, ведь театр замечательен тем, что это происходит здесь и сейчас. И вот то, что происходит в соборе, это происходит именно здесь и сейчас. Люди пришли, и больше они никогда это не услышат. Если даже повторить это, прийти второй раз, придет та же публика, но это будет совершенно другой спектакль, другое представление. Это даже не представление. Я не могу найти слово, чтобы определить. Службу мне назвать, я, может быть, и права не имею. Месса тоже. Концерт. Ну, не знаю. Это какой-то момент искусства, соединенный с божественной атмосферой этого собора. Третий ангел воскрубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источнике вод. Имя сей звезде – полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими. Субтитры создавал DimaTorzok